Девушки отдыхают Что вы узнаете? Без чего не может обойтись ни один житель Кении? Мои деньги – это мой телефон. Почему так долго приходится ждать на светофоре? Как сверхпроводимость связана с левитацией? Какой же ты крепкий! И каким деревьям посвящены национальные парки в Калифорнии? Мы находимся на 400-летней елочке. С Новым годом! Что нам известно о Кении? Там неплохой кофе и блестящие марафонцы. Но это знают все. Поэтому в следующем сюжете мы расскажем вам про Кению такое, после чего вы в Найроби будете чувствовать себя как рыба в воде. Между Россией и Кенией более 9 тысяч километров. Мы живем на разных континентах и в разных климатических поясах. И, конечно, в России нет многое из того, что есть в Кении. Сегодня мы отправляемся в Африку, чтобы собственными глазами увидеть пять вещей, которыми кенийцы пользуются каждый день и которые нам совсем не знакомы. Здрасте, здрасте. Добро пожаловать в мой дом. Заходите. Давайте. Мы в гостях у Дишона. Ему 33 года. Он живет в столице Кении – Найроби. Здесь сейчас зима, поэтому в качестве приветствия он предлагает нам выпить чаю и согреться. Я бы смотрел на улицы сегодня 17 градусов. Ужасно холодно. Нам такой холод кажется смешным. Но 15 градусов для кенийцы с июня по сентябрь – это испытание. Поэтому сейчас вещь номер один, от которой не могут отказаться кенийцы – это шука. Это шука – традиционный платок племени Масай. Типичная кенийская вещь. Мы набрасываем его, когда становится холодно. На вечеринках постоянно видишь мужчин, которые надевают его поверх одежды. Это одна из разновидностей. Я покажу вам другие варианты. Мужские платки в клетку. Женский вариант выглядит немного иначе. Материал тоньше, и платок называется канго. Этот платок Дишон подарил своей жене. Вот что я ей подарил. Это мой любимый платок. Больше всего мне понравилась надпись. Она означает «Что есть, то есть». Канго должен быть полтора метра длиной, иметь надпись, рамку и центральную часть. Как правило, используется цветочный или фруктовый орнамент. В Кении эти яркие платки продаются на каждом шагу. Не удивительно, ведь кенийцы используют их в любой ситуации. Чтобы носить ребенка в качестве пляжного полотенца, юбки, платка на голову и многого другого. Кстати, канго происходит от слова «ку-канго», что на языке суахири означает «заворачивать». Похоже, при 17 градусах Дишону недостаточно просто укутаться в платок. Поэтому он принес вторую любимую вещь, без которой не могут прожить кенийцы. Тепловентилятор. Конечно, у меня есть обогреватель. В Найроби иногда бывает очень холодно. Кения находится на уровне экватора. Но Найроби расположена на высоте 1795 метров над уровнем моря. Поэтому здесь бывает довольно свежо. Система отопления в Кении совсем другая. Здесь не бывает так холодно, как в Европе. Зимой обычно 10-12 градусов. Не сравнить с европейской зимой со снегом. Поэтому у нас нет центрального отопления. Приходится согреваться другими способами. Тепловентиляторы в Кении очень популярны. Во время кенийской зимы достать их почти невозможно. Все раскуплено заранее. А мы отправляемся в город. Чтобы туда добраться, нам понадобится вещь номер 3. Матату. Единственная возможность в Найроби добраться из пункта А в пункт Б – это Матату. Я как раз его жду. Это микроавтобус, который работает как общественное такси. Они очень классные. Сейчас увидите. Уникальность Матату в том, что остановок не существует. Достаточно просто поднять руку, а оказавшись внутри, сказать водителю, где тебе нужно выйти. Надо сказать, что и видок у автобуса необычный. С открытой дверью мы едем через Найроби, оглашая округу музыкой. Мощная стереосистема на борту – абсолютный маст-хэв. Пестрые автобусы кружат по всему городу. Рисунки и громкая музыка – отражение кенийского стиля жизни. Поездка стоит от 20 центов до 2 евро, в зависимости от расстояния и пробок. Мы выходим здесь и отправляемся на встречу с четвертой необычной вещью в Кении. Дишон ведет нас к портному. Как красиво. Вы только посмотрите. Это шелк. Привет, Лена. Как дела? Все хорошо? Привет. Для кенийца важно обратиться к портному, а не в обычный магазин, когда речь идет об особых событиях. Дишон вот заказал себе рубашку, в которой пойдет к друзьям на свадьбу. И к ней подходящий аксессуар. 2020-й начался с короны. Вот это выглядит круто. Никакого сравнения с обычными медицинскими масками. Намного лучше. Возьму ее. Остается только оплатить, и можно идти. В Кении мы не используем наличные. Мои деньги – это мой телефон. Вот мой кошелек пуст. Платит Дишон с помощью фишки номер 4 – МПЕСА. Это сокращение от мобильной деньги. Я перевожу деньги с моего телефона на ее. Так мы оплачиваем здесь счета. И хотя в Кении есть официальные валюты, электронные деньги гораздо популярнее. Как только у тебя появляется кенийский номер, ты сразу получаешь доступ к МПЕСА. Неважно, местный ты или иностранец. Как только ты зарегистрируешься онлайн, тебе можно будет отправлять деньги, и ты сможешь их тратить. Неважно, откуда ты. Система МПЕСА не привязана к интернету. Она работает с любой сим-картой. Она так популярна в Кении, что многие компании даже выплачивают через нее зарплату. Чувство голода приближает нас ко встрече с пятой фишкой – национальным блюдом кенийцев НИЯМА ЧОМА. В переводе с языка суахили – жареное мясо. В этом случае – козлятина. Для этого нам и понадобится вещь номер 5 – самодельный гриль. Неважно, дома или в киоске с барбекю на углу, в Кении почти везде используют самодельный гриль. Эти грильи отличаются от тех, что продаются в супермаркетах. Во-первых, они выдерживают намного больше. Для них используют особенно прочный металл. Вот этот, например, работает уже несколько лет. А большинство грильей в супермаркетах завозят из Китая. Вот эти очень прочные, сделаны из хорошего переработанного металла. Здесь, например, видна цепь от мотоцикла. Они используют вообще все, что найдут. Поскольку в Кении традиционно едят руками, здесь всегда можно помыть руки. Прямо за столом. Вот это сервис. Сейчас подойдет мой приятель, его зовут Кип. Просто у нас в Кении так принято. Ямы ЧОМА едят в компании. Первое правило барбекю – нельзя есть в одиночку. О, вот и он звонит. А вот и еда. Козлятине на гриле подают качумбари – традиционный кенийский салат с помидорами и луком. И у Гали – каша из маисовой муки. Галилео желает вам приятного аппетита и возвращается домой. Для меня не только эти, а все вещи в Кении необычны. В том числе дорожное движение в саванне. В любой момент тропинку тебе может перейти слон. Причем не дожидаясь зеленого сигнала светофора, который в саванне редкость. Некоторые наши сограждане тоже ведут себя как слоны. Идут на красный. А это опасно. Поэтому мы попытались разобраться, почему иногда так долго нужно ждать зеленый свет. С тех пор, как Генри Форд запустил автомобильный конвейер, количество автомобильного транспорта в мире постоянно растет. Что, кстати, не может не радовать лошади. Сотни миллионов машин ежедневно выезжают на улицы городов по всему миру. На данный момент самыми автомобилями населенными странами являются Сан-Марина, США, Монако, Новая Зеландия и Лихтенштейн. А Россия только на 48-м месте. Меньше всего автомобилей в Либерии, Бангладеше и Тока. Вместе с увеличением количества транспорта совершенствовались способы и устройства управления транспортными потоками. Например, светофор эволюционировал из обычного столба с табличками и газовым фонарем в программируемое устройство, интегрированное в глобальную сеть. Сегодня в крупнейших городах мира работают не просто светофоры, а целые интеллектуальные транспортные системы, состоящие из множества приборов и устройств. Данные с камер, датчиков и детекторов в режиме реального времени поступают в единую сеть и обрабатываются компьютерами. На основе полученной информации режимы работы светофоров меняются в зависимости от загрузки дорог и предоставляют больше или меньше времени для проезда. Иногда можно проехать несколько перекрестков, совсем не останавливаясь. Это явление называют «зеленая волна». Для этого светофоры настраивают на переключение последовательно, чтобы при соблюдении средней допустимой скорости ваш автомобиль всегда попадал на зеленый свет. Кстати, красный свет не всегда запрещающий. В криминальном Рио-де-Жанейро водителям разрешено проезжать перекресток на красный свет в темное время суток, чтобы их не успели ограбить. Устройства для пешеходов тоже постоянно совершенствуются. Помимо концептов светофоров для людей, не различающих цвета, а уже разработаны светофоры Мёбиуса, пешеходные переходы с подсветкой и даже виртуальные стены. А если вам кажется, что стоять на перекрестке скучно, то всегда можно заняться чем-то еще. Далее в программе. Летающие магниты в мастерской. Он висит в воздухе. Какое звание носит самое высокое дерево в мире? Будьте осторожны, эти деревья движутся. Магниты везде. В дрели, в микроволновке, в автомобиле, на отвертке, в телефоне. Даже в пылесосе магниты были. Пока я их отовсюду не вытащил и не отнес в мастерскую, чтобы мы провели над ними чудовищные, интереснейшие эксперименты. Побежали, а то скоро ужин, надо вернуть магнит в микроволновку. Сегодня мы поговорим с вами о таком разделе физики, как магнетизм. Что такое магниты? Это тела, которые обладают своим магнитным полем и находятся действительно повсюду. Они повсюду окружают нас. Они в достаточной мере помогают нам, но иногда они бывают абсолютно неконтролируемы. Смотрите на этот бардак. Никакого порядка. Но сегодня мы покажем вам, как управлять ими с помощью физики. Есть у нас вот такая вот пластиночка. И устанавливается она на мощных неодимовых магнитах. Давайте посмотрим. И если присмотреться, видно, что под ней есть прослойка из воздуха. То есть пластинка у нас левитирует. Этот процесс называется диамагнитная левитация. Вообще, с точки зрения физики, левитация – это устойчивое положение объекта в гравитационном поле. То есть, когда сила тяжести уравновешена еще какой-то силой, и объект принимает какое-то устойчивое положение. Герои фантастических фильмов прошлого вовсю гоняли на левитирующих космолетах и скейтбордах. А в это время из аэропорта Бирмингема уже ехал первый «Моглев» – поезд на магнитной подушке. Электромагниты, встроенные в рельсы и дно поезда, отталкивались и перемещали небольшой вагончик со скоростью 40 км в час. Берлинский «Моглев» достигал уже 80 км в час, а современные «Моглевы» Китая разгоняются до 400. На скорости 600 км в час их смело обгоняют японские «Моглевы» на сверхпроводящих магнитах, охлажденных до минус 270 градусов. Сверхпроводящие магниты используют и прототипы ховербордов, но далеко на таком парящем скейте не улетишь – нужна специально проложенная трасса. Для магнитного гиперлупа надо строить целый вакуумный туннель, но зато скорость в туннеле дойдет до 1200 км в час. И вполне возможно, что по таким же магнитным туннелям полетят к далеким планетам космические трамваи будущего. Транспорт будущего был бы невозможен без исследований ученых, и результатом их работы стали новые материалы, с помощью которых делают очень мощные электромагниты. Материалы эти называются сверхпроводники. Вот этот непримечательный кусочек темного цвета называется сверхпроводящей керамикой. Состоит он из оксида и триобария меди и стоит огромных денег. Например, вот этот небольшой кусочек стоит 15 тысяч рублей. Эффект левитации и захвата магнитного поля демонстрируется как раз на вот такой вот высокотемпературной керамике. Если мы этот сверхпроводник охладим до температуры жидкого азота, он у меня в термосе, и в процессе охлаждения поднесем к нему мощный миогимовый магнит. Давайте посмотрим, что произойдет. Поднимаем его, и смотрите, что происходит. Сверхпроводник парит. Он висит в воздухе. С помощью листа я хочу показать, что никаких проволок и лесок здесь нет. Как только он достаточно нагреется, он сам собой упадет. Здесь весь фокус в том, что сверхпроводник удерживает в себе магнитные линии. И когда мы его охлаждаем до низких температур, он запирает их и висит на магнитных линиях. Как только нагревается до определенного состояния, этот эффект прекращается, и он падает. Если честно, все это выглядит, как настоящее колдунство. Давайте попробуем провести еще один физический опыт, чтобы лучше понять, как эта штука работает, как она устроена. Заливаем жидкий азот. Жидкий азот должен перестать кипеть. Это будет свидетельствовать о том, что сверхпроводник охладился до температуры жидкого азота. Вот обычная железяная железяка. Какой же ты крепкий! Но к сверхпроводнику железо не магнитится, а магнит отталкивается. Сверхпроводник, когда он в таком состоянии, не дает магнитным линиям магнита войти в себя. Он выталкивает их. А потом он в итоге запирает их и повисает. Колдунство! Ну, давайте попробуем сделать еще один опыт. Мы попробуем не подвесить сверхпроводник, а положить сверхпроводник сверху на магниты. Мне интересно, что произойдет. жидкий азотец. Вмораживаем магнитные линии в сверхпроводник. Так, охладился достаточно. И вуаля! Фокус получился. Сверхпроводник висит на магнитных линиях. Та-дам! Вы наверняка смотрели фильм «Назад в будущее». Там есть такие штуки, как ховерборды, летающие скейтборды. Так вот, японцы уже сделали свой первый прототип. Пройдет время, и мы все будем левитировать или использовать левитационные машины. Но пока нам с вами и ученым надо крепко над этим подумать. Как вы теперь знаете, можно поднять в воздух даже очень тяжелые вещи. Прямо сейчас мы поднимем в воздух всю нашу студию и перенесем ее в Калифорнию. Не потому, что нам срочно захотелось загорать и серфить, а потому, что там располагается сразу несколько национальных парков. В одном из них мы узнаем, что огромный парк можно выделить только одному виду деревьев, а в другом встретимся с генералом Шерманом. Как ни странно, генерал – это тоже дерево. И оно никогда не служило. Есть на нашей планете суровые долгожители. Те, кто крепко стоят на земле сотни, а порой и тысячи лет. Пускают корни, обрастают пышные шевелюры и в целом с годами становятся только лучше. Сегодня команда Галилео умчится в Бразилию и Штаты, чтобы увидеть их самые удивительные деревья на земле. Мы в Наталии, самой восточной точке Бразилии. Этот город знаменит песочными пляжами и деревом кэшью. Указатели как раз ведут нас к нему. Так называемому парку одного дерева. Мы на смотровой площадке. В это невозможно поверить, но вот это – крона одного дерева. Малыш занимает всего ничего – 8,5 тысяч квадратных метров. Мы спускаемся вниз в нетерпении. Просто не верится, что такое возможно. Вот мы идем под кроной по специальным дорожкам, лавирующим меж ветвями. И оказываемся перед главным садовником – Жуаном Мария. Он единственный, кто может здесь пользоваться ножницами и пилой. Ведь деревце требует особого ухода. Это на самом деле одно дерево. Но оно не больное, а особенное. Его ветки растут не вверх, как обычно, а в стороны. Из-за своей тяжести они в какой-то момент опускаются на землю. В месте, где ветка соприкасается с землей, дерево в результате второй генетической аномалии пускает корни. Если присмотреться, это заметно во многих местах. Всюду, где дерево прикасается к земле, врастает новый ствол. Таким образом, дерево постоянно размножается. Такое поведение дерева обусловлено изменениями в геноме. Но оно не больное, а просто особенное. Да еще и щедрые наплоды. К слову, обычные деревья кешью выглядят вот так. Они вырастают до 10-12 метров в высоту и растут довольно прямо. На верхушке образуется крона. Сердце же нашего гигантского кешью находится в самом центре парка. Вот главный ствол. С него все и началось без малого 115 лет назад. Не существует подтвержденных данных о том, кто посадил этого великана. И попытка вырастить из его семян похожее дерево неоднократно терпела фиаско. Кто знает, может, дело в магии. А мы едем дальше. В лесах Северной Калифорнии нас ждут другие гиганты. 100-метровые секвои, а также самое высокое дерево в мире. Уже на въезде в парк понятно, что деревья здесь хозяева. Мы находимся в парке секвой вечно зеленый. Этим деревьям много тысяч лет, а появились они здесь, когда современная территория США еще была заселена одними индейцами. Шейна Дехард и Ванесса Уильямс лучше всех разбираются в этих великанах. Они эксперты по деревьям и каждый день вместе со своей командой забираются на кроны деревьев, чтобы наблюдать за развитием экосистемы. Мы находимся на 400-летней елочке. С Новым годом! Когда-то это было самое большое дерево в мире, но многие из них были вырублены и пошли на зубочистки. Звучит жутко, но это правда. Сегодня в Калифорнии осталось лишь 3% от изначального массива этих деревьев-великанов. Среди сохранившихся титулованные рекордсмены. Самое высокое дерево в мире 115 метров в высоту. Оно называется гиперион и считается самым высоким деревом на Земле. Но при этом не является самым большим деревом с точки зрения объема. Самое большое дерево – это гигант генерал Шерман. Знакомьтесь, этот огромный секвойодендрон достигает 83 метров в высоту, а диаметр его ствола – 11 метров. Это самое большое растение на планете. Эксперты оценивают его возраст по количеству колец у похожих экземпляров – 2500 лет. От падения великана удерживают мощнейшие корни. Они растут на 30 метров вокруг ствола. Особенность секвоевых в том, что их корни растут не очень глубоко. При этом они очень длинные и приплетаются друг с другом. Это значит, что деревья качаются, так что будьте осторожны, эти деревья движутся. Исследователи полагают, что деревья растут здесь такими большими из-за частого тумана. Благодаря ему гигантские деревья получают достаточно влаги даже на большой высоте. При этом нет необходимости получать ее через корни и нести по всему стволу до кроны. Можно сказать, что ствол – это самый большой корень секвой. И удивительное рабочее место для Шейны и Ванесс. 30 метров над землей. Это самая высокая точка? Это самая высокая платформа. Это моя любимая платформа. Ты так высоко над землей и при этом так близко к кроне дерева. Высоченные калифорнийские секвойи и бразильский кэшхю с бескрайней кроной – новые находки в коллекции удивительных вещей Галилео. Ни один киниец и представить не может, что его быт так же интересен, как рассказ о самом большом дереве в мире и эксперименты с левитацией магнитов. Но мы в Галилео уверены, что неинтересных тем не существует. И снова докажем это в следующем выпуске. Не пропустите. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова